В общем, Ежесармат Сознание с канала Ежесармат Офишел. Так, что вы можете сказать по философии сознания? Какие концепции вы разделяете? Есть ли у вас какие-либо убеждения по поводу сознания как понятия? Ну, я считаю, что сознание это грубое лингвистическое обобщение разных функций мозга, о существовании которых психологи не знают, поэтому они ставят большую фигурную скобку и напротив неё пишут сознание. Ого! То есть, Ежесармат ТВе тоже элиминативиста. Охуенно! То есть, смотрите, давайте так. Среди... Среди философов аналитической направленности, ну, насколько я понимаю, элиминативистов нет вообще. Ну, то есть, даже тот же Дэнет, которого называют элиминативистом, или Чёршланды известные, да, тоже, они не являются в прямом смысле элиминативистами. То есть они не исповедуют те взгляды, которые обычно приписываются к элиминативизму. При этом два каких-то интернетовских чмошника, так скажем, прошу прощения за грубую форму, вот это вот высказывание. Ежесармат и убермаргинал, собственно, неожиданно придерживаются концепции элиминативизма. Ну да ладно. Ну то есть сознание это очень термин старый по большому счету. То есть он восходит еще к понятию психа, душа и к философии рационализма, потому что разум и сознание это очень часто вещи синонимичные. Но опять-таки в разных языках термин сознание. Разум и сознание вещь очень синонимичные? Окей. Чувак, появляющая проблема, у человека может не быть разума, но не может не быть сознания. Оп. То, что я сейчас имею некое присутствие, то, что я нахожусь сейчас здесь, то, что я вижу своими глазами, я чувствую, что это как будто бы мои глаза. Да, я вот, я воспринимаю мир. Поток феноменов перед кем-то якобы проходит. Вот это и есть сознание. У Картезия это можно увидеть в термине чистое я, например. Тупо тоже сознание. У Хайдегера, ну что-то вроде дозайна, но и с некоторыми другими там добавляющимися формами. Понимаете, в чем дело? Сознание, то надо пишет, что значит не может быть, может не быть, может не быть. Видите, понимаете, может, у человека может не быть разума в чистом виде. Еще Платон, который создавал, собственно, концепцию разума, говорил. Говорил своему собеседнику Диогену в анекдотах. В общем-то, Диоген говорит, ну вот я вижу стул, но я не вижу никакой стульности. А какой стульности ты говоришь? Что это за свойство? Где оно находится? Где его потрогать? Где его пощупать? И Платон ему ответил, стул ты видишь, потому что у тебя есть, в общем-то, органы чувств. Глаза. У тебя есть глаза, да? Стульность ты не видишь, потому что у тебя разума нет. Еще Аристотель много склоняет нас к тому, что вот есть люди, у которых разума нет. Собственно, нельзя спорить с человеком, у которого нет разума. Нельзя спорить с человеком, который отрицает логику, например. Нельзя спорить с безумцем, например. Нельзя спорить с безумцем. У безумца есть сознание, понимаете? У него сознание есть. У него не может не быть сознания, ну если он не философский зомби, конечно. Ну, то есть, по идее, если я, у меня сейчас есть сознание, если я сойду с ума, у меня просто не будет разума, но будет сознание, собственно. Сознание и разум, разные понятия, разные вещи вообще, в принципе. Спрашивай, Стас, а как просто? Ну, типа того. Он имеет разную психосемантическую основу, потому что, допустим, наш термин сознание, он подразумевает наличие совместного знания, например. То есть, сознание. Кто-то один... Да-да-да-да-да. Да-да-да, именно это он подразумевает. Давайте. Сознание на английском. Consciousness или как-то там... Да, вот оно. Давайте разберем это слово. Такс. Wiki Dictionary. Нам нужен полный разбор этого слова. Максим пишет, а разум не составная часть сознания, разве обычно? Нет. Опять же, тут понимаете, в чем дело? Сознание довольно интересная штука. Simplest internal... External existence. It's the simplest is a sentence of awareness of internal... Ну, нормально. Сейчас, пойдем посмотрим. Мне-мне-мне-мне-мне нужна этимология, собственно. Этимология. Так не, они к локу пошли. Мне нужна этимология английского слова. Просто... Ну, сознание-то на русском языке. Ну, то есть, Тьеш Сармат просто взял ебучую русскую этимологию. Пошел. Нес — это свойство. Ну. Вот-вот, что вот это за слово тогда? Кон, я не знаю, что такое. Вот-вот-вот, если это же слово означает знание, то окей. То там тоже будет тогда такая же коннотация. Осознанный. Офигенно. Чес. Хрен знает. Ну, тут точно не знание в прямом смысле. Не knowledge, короче. Какое-то другое слово здесь подразумевается. Что-то. То есть, разные корни. В английском и русском языке разные корни. На немецком, я тоже уверен, там, не знаю. Давайте слово сознание на немецком. Пишет, может, шарифов про сновидение? Шарифов опасно. И я вот боюсь шарифова. Ну, в смысле, за него могут подбанить немножко. Шарифов. Опять же, такие большие видео лучше с очень большой осторожностью заказывать. Сейчас, давайте немецкий, 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 немецкий. Опа. Сознание. Би-вус-сейн. Сейн бытие вообще. Ну, то есть, вот, давайте теперь разберем, как на русском это будет. Как мы перевели бы вот эту вот штуку. Осведомленность вообще, видите, осведомленность. Как это вот так можно даже перевести, видимо. Осознает, и другие осознают вместе с ним. То есть, речь идет о наличии некой общей коммуникативной среды, внутри которой мы находимся. Александра, что это значит? Разберите нам слово, пожалуйста, по корням. Би-вус-сейн. Разберите, пожалуйста, нам по корням, есть ли там какая-то связь со знанием. С знанием отдельно. Знание. Там слово знание, наверное, вообще даже, да, не присутствует. И можем обмениваться там информацией. Но проблема в том, что мы не воспринимаем мысли собеседника напрямую, непосредственно. У нас нет возможности технических. Нет, проблема в том, заключается, что под сознанием чаще всего понимает базовую характеристику человека. Прям вообще типа базовую, фундаментальную характеристику человека. Когда речь идет о философии сознания, речь чаще всего не идет о том, есть ли сознание или его нет. Речь идет о том, что такое сознание. И это вопрос адекватный. Что такое сознание? Есть оно, нет его? Это очень странный вопрос. То же самое, что спрашивать. Есть феномены, нет феноменов? Потому что феномены, вот они, они передо мной. Вопрос, чем они обусловлены? С другой стороны, есть сознание. И другой вопрос, чем оно обусловлено? Важно, чем обусловлено сознание? Воспринимать мысли. Не, ну я же просто сейчас размышляю на уровне профессора Курпатова, который говорит, ну сознание ударили тебе по голове, ты потерял сознание, все. Ну вот и все, как бы. Тупо, тупо все. До свидания. Собеседник, а непосредственно мы можем воспринимать только свое представление об этих мыслях. То, как мы их воспринимаем. Даже не эти мысли собеседника, да, а то, как некий месседж до нас дошел по этой самой коммуникации. А, ну то есть здесь в любом случае от глагола знать, окей. Окей, окей, окей. Ну тогда русские могли просто взять кальку с немецкого. Что, кстати, было бы вполне адекватно, потому что философия сознания, ну, с немецкой философией во многом и идет, насколько я помню. Так, сознание, самосознание. Ну, тема самосознания точно, она идет через немецкую философию. Прям вот вообще точно. Причем именно вот вообще бесспорно тема самосознания проходит через немецкую философию. Ну и тема сознания там тоже имеет место по-любому. Другое дело, что, ну, русские, скорее всего, унаследовали тему, темы с сознанием связанными через немцев. Скорее всего. Могу предполагать, но, скорее всего, это так, потому что русские вообще много чего немцев, как бы, взяли. И, скорее всего, они читали Шеллинга, потому что у нас целое сообщество шеллингианцев в России было достаточно большое. А Шеллинг как раз разрабатывал тему самосознания очень хорошо, очень основательно. Вот. Поэтому я полагаю, я полагаю, у нас здесь может быть такая вот калька. Калька с немецкого вполне может быть. То есть здесь игра в испорченный телефон и некие когнитивные искажения, они совершенно непреодолимы на самом деле. Я объяснил Цунадо, почему сознание есть, почему его не может не быть. Вопрос в том, что это такое. Вот. Поэтому мы не воспринимаем мысли собеседника, мы воспринимаем только наше представление об этих мыслях. Но в других языках, насколько вот мне говорили собеседники по поводу дискуссии, вот связанной с феноменом сознания, в других языках, там речь идет не о сознании, а именно о раздельном знании. Ну, применительно вот к психосемантической части термина, который на родном... Не, ну, Александр, если этот термин возник в идеалистической немецкой философии, понятно, почему он таков. А я полагаю, он возник именно в немецком языке, именно в идеалистической немецкой философии, поэтому, ну... Поэтому очевидно, почему речь идет о точном и знании как истине, ну, тогда да. На русский язык переводится как сознание, да, то есть некое понятие сознания. То есть, вот, я осознаю что-то одно, ты осознаешь что-то другое, и это разные вещи. Опять-таки, дискуссионный момент, есть ли у животных сознание. И если есть, то у каких. Потому что, например, обезьян мы можем интегрировать в нашу коммуникативную среду, обучив их язык углухонимых. И они могут использовать большое количество понятий и даже пытаться как-то эти понятия, значит, эти знаки между собой синтезировать для того, чтобы именно вот эти знаки подходили для передачи именно их субъективного опыта. То есть, либо у животных сознания никакого нету, либо оно вот есть, но в каком-то зачаточном виде у тех млекопитающих, у которых есть неокортикальные структуры и, в частности, ассоциативные центры пресловутые. Да, то есть, мозг горил, шимпанзе, рангутанов, он, конечно, примитивнее нашего, эволюционно они от нас отстают значительно, но вместе с тем, в общем, там есть какие-то основы для того, чтобы у них сознание, так называемое, в зачаточном виде оно существовало. Ну, дело в том, что я вообще стараюсь этого термина избегать в своем операционном подходе, и я обычно сознание беру либо в кавычки, либо не использую, либо заменяю термином разум, например. Ну, сознание, разум, в любом случае вещи разные. Ну, Янкел, я же просто терминологически неправ. Вот, потому что сознание в том виде, в котором... Я же наговорил какой-то чепухи по поводу этимологии, во-первых, сознания. Оно существует в ряде направлений психологии и философии, никакого такого сознания, по всей видимости, не существует, конечно. Ну, и биологизаторство, это уже другой вопрос, но, опять же, позиция о том, что сознание не существует, она как бы, знаете, тупо маргинальная, и у этого есть свои, собственно, корни. Потому что для того, чтобы утвердить, что сознание не существует, нужно понимать под сознанием нечто такое, что не является базовой характеристикой человека. Это то, что не является перед нами непосредственно. А сознание сейчас передо мной представлено. Вот в данный момент сознание передо мной представлено, и я, собственно, сознаю. У меня разум не представлен, рассудок не представлен. Рассудок и разум, они будут проявляться в процессе моей деятельности. Я буду что-то делать, что-то осмыслять, о чем-то говорить, и тут я уже мог бы проявлять свои рассуды и разумы, а сознание, оно остается постоянно на протяжении всего состояния моего бодрствования. Я бодрствую постоянно, и оно вот присутствует. Вопрос не в том, есть оно или нет, говорить о том, что его нет, немножко абсурдно даже на самом деле. Нужно очень странно извратить это понятие, чтобы сказать, что его нет. Вот. Ну ладно, поехали дальше. И вообще, я считаю, что, не знаю, представление философии и представление психологии о человеческом разуме и о сознании, опять-таки, в кавычках, да, оно не должно противоречить данным, естественно, научным сцепенчатам. Я считаю, должно. Науке и отстой. Ну, то есть, тупо научные догматы меня не особо интересуют. Ученые ничего не понимают в таких темах, как сознание, потому что вопрос сознания, это вопрос во многом, во многом, во многом это вопрос самоидентификации, самоосмысления, саморепрезентации. Наука современная саморепрезентацией не занимается. Ученый исследует предмет, вот он, объект, вот он, субъект исследования, исследует объект исследования. Для него сознание выступает внешним объектом исследования. Когда ученый исследует сознание, он исследует сознание другого теми методами, которые ему доступны. И по-хорошему, это эмпирические методы. Эмпирические методы, собственно, не могут исследовать само чужое сознание напрямую, понимаете? Я сам могу исследовать свое сознание напрямую, потому что могу рефлексию провести над этим сознанием, допустим, да? А вот ученый так не может, он не имеет права, его методология ему не позволяет так делать, это будет антинаучная методология, понимаете, в чем дело? И поэтому ученый вынужден непосредственно направлять свое внимание на какие-нибудь там участки мозга, которые работают или не работают. Когда человек спит или не спит, сознает или не сознает, ему приходится проводить всякого рода такие косвенные опыты, которые ему косвенно указывают на наличие или отсутствие сознания. И ученые потом создают какую-нибудь нелепую теорию о том, что сознание есть то-то, то-то и то-то, при этом поддержка, ну, просто никакущая будет. На самом деле, по той причине, что эмпирические методы для обработки темы сознания, ну, крайне непригодны, с ними очень трудно работать. У нас есть несколько направлений философии, которые подробно разрабатывали тему сознания. Ученые в этой теме ничего не понимают, они ни в коем случае не разбирались во всей этой философии, им просто плевать на всю эту тему, понимаете, в чем дело? Они подходят к сознанию, ну, блядь, сейчас нахуй, сейчас все сделаем, короче, сейчас все разрешим. Эти ебучие гуманитарии хуйней там страдали, а мы, ху, просто расплюнуть. Просто сейчас возьмем и разберем, без каких-либо проблем, да? А получается такая же чепуха, как и, например, с разбором понятия там любви у человека, потому что ученые всю любовь там сводят либо к гормонам, либо опять к действию участков мозга, игнорируют культурологический статус любви, игнорируют то, что огромное количество всяких культурных регионов, в принципе, к понятию любви ничего особо общего не имело. И понятие любви, оно не особо такое уж и повсеместное, знаете. И так далее, так далее, так далее. Наука, которая эмпирическая, которая ближе к естественным, она игнорирует колоссальное количество фактов в рамках религиоведения, культурологии, философии, то есть это реально очень печальная ситуация. У нас вроде бы есть базис такой, знаете, культурологического исследования, а люди его просто игнорируют. Так культура же не существует, пишет Сунаде. Ну окей, да. А сознание же тоже не существует. Ладно, шучу. Про культурологические исследования я говорю про конкретные факты в рамках культурологии. Ну, например, у китайцев, допустим, есть мнение о том, которое записано, в общем-то, в тексте, который написали ученики Конфуция. Там, не знаю, куда дует ветер, туда склоняется трава. Также, куда там, в общем-то, смотрит благородный муж, туда смотрит и, собственно, толпа. Типа, вот как-то вот такая вот проводится аналогия в данном случае. Это культурологический факт, например. В качестве культурологических фактов мы можем приводить саму концепцию любви, ее развитие и так далее, так далее, так далее в разных регионах. Что там писали о любви древние греки? Почему у них четыре концепции любви? Почему эти четыре концепции любви они, в принципе, развивали? Какие концепции любви укоренились в христианстве? Почему Агапа трансформировалась в христианскую любовь? Почему потом возрождается романтическая любовь, например? Что такое конкретно романтическая любовь? И почему романтической любви не было до романтиков? Или была, и в каком виде она была? Ну, например, в рыцарских романах, да, есть определенное отношение к дамам. Это рыцарский роман, это еще до Сервантеса то, что было. Вот романтическая любовь оттуда может тоже браться. В принципе, в принципе, такая вот, такое вот, знаете, такое вот рассмотрение данной темы можно тоже провести. Провести большой культурологический анализ, что мы, собственно, исследуем. Использовать термин так, как его используют вообще люди обычно. Ну, или хотя бы использовали. Ученым для того, чтобы исследовать любовь, просто приходится создавать еще пятый термин. Понимаете, из четырех, там, десяти и двадцати терминов им просто приходится создавать двадцать первый. Они говорят, ну, вот это вот любовь на самом деле, то, что вот там в культурологии. Мы это даже читать не будем, нам это неинтересно. И нам плевать, что там разные люди, типа там Вася, Петя, Маша, они как бы воспринимают любовь с одной стороны. То ли с точки зрения романтической традиции, то ли с точки зрения греческой традиции, то ли с точки зрения, там, христианской традиции. А скорее всего, иногда довольно смешанно. А давайте добавим еще и двадцать пятое понимание. Ну, вот просто потому, что только такое мы можем исследовать. И получается, ну, такое вот, знаете, когда вот людям говорят, ученые поняли, что такое любовь, они поняли, что такое любовь в рамках своих терминов в основном только. Они не исследовали термины культурологических всяких, науку дисциплины, религиоведения и так далее, истории. Проигнорировали почти все данные, которые были связаны с понятием той же самой любви, сознания, чего-чего-чего угодно. Просто взяли и проигнорировали. Просто взяли и проигнорировали. Все. Создали десятое понятие свое, какое им больше понравилось, какое они могут исследовать. Ну и все, получилось, что у нас любовь там от гормонов зависит больше всего, допустим. Во-во-во-во, прям от гормонов прям вот, все. Любовь это гормон, это гормональная реакция и как бы вот. А почему эта гормональная реакция не происходила у других существ, у других людей в других культурах, непонятно. Именно таким же образом, ну, видимо, не знаю, просто-просто так получилось, хэзэ. Приятие на уровне культуры. А есть вот мысль, как что-то, что в основе чего лежит некий физиологический субстрат. Ну, давайте Шарифова попробуем. Ну, в принципе, наверное, не забанят. Но вы видели, за KFC нас уже чуть не забанили, за UFC, KFC. Совокупность нейромедиаторов. Шариков. Определённый участок синаптической сети и, соответственно, рост активности в этом участке нейронной сети. Это вот, собственно, мысль. То, как она чисто физиологически выглядит. Вот. А как это подтвердить? Как это узнать? Это не просто догадки, это уже точно истина, так, узаконено. Поэтому у меня, в общем, сложности определённые вызывают понятие сознания. Очень часто, в общем, его не нужно использовать. Оно не обязательно. С точки зрения парадигмы, которой придерживаемся я или маргинал, ни сознания, ни прогресс не существует. Но это отдельная большая тема, которая у нас на стримах, в общем, неоднократно уже всплывала. Проблема современного прогресса состоит в том, что изменения, которые происходят, это не изменения к лучшему. Это, собственно, критика концепции прогресса с чисто нитшанских позиций. То есть, окей, мозг мы должны рассматривать именно нейробиологически обязательно. Напоминаю, да, сознание только нейробиологически. А вот прогресса не существует. Потому что прогресс мы не будем рассматривать с точки зрения развития науки и техники только, да. Потому что иногда концепцию прогресса рассматривать с позиции науки и техники. По преимуществу. Когда речь идёт о том, что прогресс существует, мы говорим о том, что существует прогресс в познании и технологиях. Представляете себе? Ну, обычно это подразумевается Когда просто идет контраргумент А этика, а этика-то не развилась А всем плевать просто, когда об этом речь идет Ну да, этика, допустим, не развилась Хотя это тоже ложь, скорее всего Смотря по каким критериям Смотря для кого Ну, кстати, многие люди считают, что этика тоже развивается Но наука и техника Ну, если мы уж придерживаемся современной нейробиологии Они вряд ли деградируют Ну, то есть, смотрите Если мы говорим, что сознание не существует Потому что современные нейробиологические данные Говорят там о том-то, том-то и том-то Из этого следует, что современные нейробиологические данные Они как бы прогрессировали Они изменились к лучшему И Ежи в это верит, соответственно Он верит, что научные дисциплины Меняются к лучшему Прогрессируют, соответственно Ну и значит, прогресс где-то да существует В науках, видимо, да Науки же не просто стоят на месте или не деградируют же науки, соответственно, по мнению Ежесармата. Сонат пишет, в чем различие между развитием и прогрессом? Прогресс – социальная концепция. Развитие – более широкое. Прогресс, когда речь идет о прогрессе, мы чаще всего применяем слово прогресс к теме общества. Прикладываем его, в общем, к обществу. Вот так вот. Позитивные изменения, так скажем, в обществе. Ну, типа, это разновидность развития, конечно, прогресса. Так вот, но проблема Ежеса заключается в том, что он очевидно придерживается. Он очевидно сторонник технического прогресса и научного прогресса. Но почему-то он отрицает его существование. Давайте узнаем. Изменения происходят, но это не изменения прогрессивного плана. То есть это не изменения, приводящие... Вообще, на самом деле, у Ежесармата в голове колоссальная мешанина. Он вроде бы прочитал Артегу и Гассета, да, «Восстание масс». Историю о том, что и науки, и искусство, и все-все-все-все вокруг деградирует, потому что внутрь всего этого попала толпа. Там появились люди, соответственно. Люди обычного такого вот примитивного склада ума. Понимаете? Люди примитивного склада ума. И в науке тоже. И это привело к деградации всех этих областей. Если раньше в науке были, так скажем, чудотворцы, герои, которые воевали ради познания, ради великих целей, то сейчас в науке, ну, просто бизнесмены, люди, которые в деньги хотят заработать, либо свое тщеславие потешить. То есть обычные маленькие низкие люди в науке. И это Артега Гассет приводит в качестве примера деградации науки. То есть толпа попала в науку. Толпа попала в искусство. Великих целей больше внутри нет, остались только низкие цели. И, соответственно, и наука деградирует. И, соответственно, деградирует в том числе и искусство. Все деградирует по Артеге Гассету. Но при этом Ежи Сармат почему-то ссылается на науку. В прошлом видео он ссылался на науку. Я не понимаю, почему. Там, на мой взгляд, это как минимум противоречиво. От плохого к хорошему, от простого к сложному и так далее. То есть нету каких-то качественных изменений, вот именно направленных в сторону усложнения, там, структуры, еще чего-то. Техника, да, она совершенствуется. Но люди деградируют на этом фоне. То есть чем совершеннее становится техника, тем примитивнее в конечном итоге становятся люди. Потому что... А как это доказать? В смысле люди становятся примитивными? Непонятно. То есть у нас было общество, в котором 90-там процентов было крестьян, которые даже читать не умели. Потом у нас появилась в том числе техника. Люди начали учиться читать, развились. Теперь могут читать книжки, и не только книжки. И как мы зафиксируем деградацию. Как человек 19-го века отличается от человека 21-го века. Берем среднего человека, берем из выборки. Рандомного человека из 19-го века. Этот чувак не умеет читать книжки. Вообще не умеет читать, в принципе, скорее всего. Еле-еле говорит. У него словарный запас, в лучшем случае, там, 10 тысяч слов, может быть, от силы. Может, 5 тысяч. Скорее, 5 даже тысяч. Но от 5 до 10 тысяч слов, да? Такое вот насекомое, вообще, в принципе, которое даже читать не умеет. Ничего не может, чувак. Это и 19-й век. Среднестатистический человек. Сейчас берем среднестатистического рабочего. Человек тоже не очень с большим удовольствием читает, но читать умеет. Читает газеты. Клиповое мышление круче, чем мышление крестьянина. Прошу прощения, Батхёрд, но... Клиповое мышление в 10 тысяч раз лучше, чем мышление среднестатистического чувака, который работал на земле, не умел читать, ничего вообще не умел. То есть вы представляете себе, какая колоссальная разница между человеком, который быстро обрабатывает информацию, ему нужно постоянно какой-то маленький-маленький-маленький большой-большой поток маленьких-маленьких каких-то вот структур через себя пропускать и как-то их обрабатывать при этом, да? Вы понимаете, как этот человек колоссально отличается от обычного там крестьянина, который ничего не обрабатывает, кроме земли. Ну, то есть, лол. Ну, ну да. Да, ничего не развивается. Люди деградируют на фоне технического прогресса. Просто ужас, как деградируют. Ничего не скажешь. Деградация неизбежна. Деградация неизбежна. Технические изобретения, они используются в основном для увеличения степени комфорта в обществе, да? А-а-а, нужно уменьшать, да, зону, кому же выходить из зоны комфорта, конечно же. Ведь зона комфорта – это плохо. Бизнес-тренинги – кайф. ...правленные на более комфортное существование для каждого конкретного человеческого индивидуума. И в итоге эти самые человеческие индивидуумы, они деградируют. То есть, если раньше, допустим, до изобретения калькуляторов, школьники вынуждены были на уроках математики в уме перемножать большие цифры, и, соответственно, тоже был своего рода отбор, потому что если ты перемножать числа в голове не можешь, ну, все к тебе относится как к дауну, тебя там не приводят в другой класс, и все. А, соответственно, сейчас, ну, тебе не нужно это все делать в голове, скрипеть мозгами, когда ты можешь просто там на калькуляторе все посчитать, и все будет идеально. Охуенно. А давайте заставлять физиков считать, ну, в голове всех. Все физики пусть будут считать в голове просто так. Ну, просто потому что. Просто потому что это типа круче. Зачем использовать компьютеры? Зачем там топологию в компьютерах проводить? Давайте в голове все это делать, давайте даже листочки не использовать, и это будет критерием физики. Зачем нам физики, которые считают на листочках? Ну, зачем? Зачем нам физики, которые пишут что-то? Зачем? Да, пусть в голове считают, пусть математиком, лучшим математиком будет не тот, кто предложил, пусть реально математиком хорошим будет не тот, кто предложил новую теорему, новую, не знаю, формулу создал, Не тот, кто новую, как бы, не знаю, математическую область открыл, а тот, кто непосредственно в голове всё это считает. Давайте так сделаем, это же весело будет. Ты что, заболел? Ну, у меня кашель. Я лекарства применяю от астмы в последнее время. Вот у меня небулайзер, я дымлю сижу регулярно. И от этого дымления у меня кашель пробуждается. Блюститель правды и великий разоблачитель. Статус уже был? Нет. У кого? И плюс вопрос свободного времени. Я же абсолютный скептик, никакой правды нет. То есть раньше, когда у человека было свободное время, он шёл, читал там книги. Книги в основном писались для людей благородных сословий в ситуации до всеобщей грамоты. Так читали люди из благородных сословий, да и то далеко не всё. Тем более я не великий разоблачитель, я просто абсолютный скептик, как бы, всё. И поэтому из этих книг действительно можно было подчеркнуть какие-то важные знания. Ну что ты, ну что ты. Эх, вот 17 век читали все. Все в 17 веке читали Гомера, читали все. Есть такое. 40 минут Стаса. А, это видео называется? А, Стасус. Я послышал из статус. Нет, блеститель, правда и великий разоблачитель, это о ком? О ком видео? Кому это видео посвятил Стас? Как-то погрузить. Я не знаю название этого видео, может мы видели, если это про... Как там этого чувака зовут? Ян, ты все про Яна Топлиса смотрели? Если не про Яна Топлиса, наверное, нет. Но мы на Стаса... Мы пытаемся... Я очень давно пытаюсь Стаса на себя сагрить, чтобы он меня прокачал, но он не реагирует, он меня игнорит. ...в традиционную культуру того общества, в котором ты находился. Сейчас есть телевидение, интернет, который в основном люди используют не для того, чтобы иметь доступ к какой-то безграничной сокровищнице знаний, а просто как доступ к каким-то примитивным удовольствиям. Да, давайте закажите, это мы не смотрели точно. Это мы точно не смотрели. Да, конечно, будет токсичное. Стас там просто увидит. Кто-то просто сказал, доброго денечка, доброго денечка, друзья. У меня не добрый день, у меня очень злой день, у меня плохой день. Ты дурак, я не понимаю, что происходит, я тебя изобью нахуй до полусмерти. Типичный стрим Стаса, как просто. И в итоге люди идут просто по пути наименьшего сопротивления. И деградируют, как следствие. То есть, допустим, тебе нужно как-то нормализовать свою сексуальную жизнь, если ты подросток, молодой человек. Пойти, как-то соблазнить какую-то девушку, как-то задоминировать ее, подавить силой своего интеллекта, чтобы в итоге она начала дружить с тобой организмами. Это сложно. А включить порнографию и просто заняться анонизмом, это проще намного. Мне просто интересно, в каких категориях вот эти элитаристы всякого толка осмысляют общество. Потому что ведь на самом же деле странно, да? Они берут лучших представителей. Я это тысячу раз повторяю, проблему методологии Ежа Сармата в данном вопросе. Ежа Сармат берет лучших из лучших представителей общества прошлого, берет самых лучших, самых топовых. Причем, понимаете, не просто среднего боярина, потому что бояре тоже читали так себе, они очень любили читать. Даже по сравнению с современным средним человеком, да? Он берет просто элиту из элит, читающую элиту из элит, чуть ли не самого Пушкина. Чуть ли не самого Пушкина вырывает из посредственной структуры общества. Вот Пушкин. И из современного общества он берет и вырывает обычного какого-нибудь школьника, которому неинтересно читать, и сравнивает. Пушкин, блядь, и школьник. Кто из них лучше? Кто из них лучше-то? Блядь, понятное дело Пушкин, но тут проблема в отборе. Ты взял лучшего из одной страты и взял худшего, среднего, такого посредственного из другой. Очевидно, что вот персонаж, который там, не знаю, читает книжки, он просто, понимаете, он поопределив, выбирает из прошлого лучших. Это... Это глупо. Это реально глупый отбор же. Это бессмысленный отбор. Ну, хотя, наверное, по-другому данную концепцию не докажешь, потому что, понятное дело, что подавляющее большинство общества, крестьяне, не умели даже читать. Подавляющее число всяких классных сословий, очень умных, хороших, замечательных, тоже не особо любили читать. Они воевали, они делали все, что угодно. Ну, угнетатель выше как раз об этом писал. Что угодно делали, разврату поддавались. В лучшем случае читали бульварные романчики, бывало, да? Бульварную пошлую литературу, типа Дарьи Донцовой, но только для своего времени. Про любовь, интриги, расследования и про прочую чепуху. И особо, особо, особо вот всяких там Достоевских, Достоевских там всяких Гегеля и Кантов читал далеко не каждый, далеко не каждый человек читал. И неожиданно Ежесармат выбирает из вот этой категории людей прошлого именно тех, кто читали Канта, Гегеля, там, не знаю, Достоевского, берет их, смотрите, какие они хорошие, да? Смотрите, какие замечательные они были. Вот они, вот они, несмотря на то, что их было меньше одного процента. Спасибо, Лусин, спасибо, Лусин. Ссылка удалена. Несмотря на то, что этих людей было меньше одного процента, он из этого меньше одного процента отбирает вот этих вот людей для сравнения с современными. Причем, понимаете, в чем проблема? У нас в современности интеллектуалов стало намного больше. У нас огромное количество академических специалистов со степенями, то есть реально разбирающихся в том или ином деле людей. У нас колоссальное количество интеллектуалов сейчас. Просто громадное. Такого количества интеллектуалов никогда в мире не было. То есть вот вообще никогда в мире не было. Притом, я даже, наверное, полагаю, что современное академическое сообщество вполне можно будет сравнить с тем вот одним маленьким процентом общества, который когда-то раньше читал. Такой у-дю-дю. Нам нравится прекрасная литература. Она такая классная. Она такая замечательная, да? Вот эта крутая классическая литература. Просто круто. Сейчас такое же где-то количество людей просто на академическом уровне занимается исследованиями, в том числе гуманитарными. И эти люди на несколько порядков более профессионально читают литературу, на несколько порядков лучше ее обрабатывают, на несколько порядков лучше ее осмысляют. Понимаете, в чем дело? Эти люди качественнее, чем те, которые были. Плюс ко всему у нас появилось огромное количество людей, которые на том же уровне читают литературу, что и вот те чуваки раньше. Понимаете, опять же, в чем проблема? Читающих людей стало колоссально больше. Да, в процентном соотношении их все равно меньше. Читающих людей по отношению с людьми, которые мало считают, их, конечно, меньше. Но раньше их было еще меньше. Прогресс, прогресс, прогресс. Вот в этой области прогресс как раз и произошел, причем колоссальный. В конечном итоге на уровне физиологии результат один и тот же. Да, Джундо, и в процентном соотношении количество людей таких стало больше. Причем, я думаю, на несопоставимое количество. Во много раз просто вау, просто бум произошел, бум. И я специально сравниваю тех людей, которые тогда вот в прошлом читали, с представителями чисто академического, даже просто гуманитарного, допустим, сообщества. Берем просто гуманитарное сообщество. В смысле, что с моими бровями? Кноуру я их сбривал в свое время, мне 25 тысяч за это сдонатили, я сбривал брови. Ты просто получаешь какую-то сексуальную разрядку. Но ты идешь по пути наименьшего сопротивления. И так во всем. Да, с появлением там более комфортных условий, пультов к телевизору. Не, ну, то есть, у Ежи Сармата колоссальный промах здесь, именно в методологии. У него просто неправильная методология, в данном случае, по данному вопросу. Крайне примитивная, крайне неадекватная методология. Ну, давайте, я не знаю, возьмем. Давайте сравнивать христиан и ученых. Кто лучше, друзья, кто лучше? Кто лучше, христиане или ученые? Давайте возьмем самого хорошего, нормального какого-нибудь христианина. Возьмем хорошего христианина какого-нибудь, да, допустим, я не знаю, какого-нибудь. Кто умный христианин? Баумейстер, допустим. Возьмем Баумейстера, да, и будем говорить, смотрите, какие христиане умные. Все знают философию. Смотрите, какие они классные, да, вот могут преподавать вообще любую дисциплину. Узнают все про Платона, Аристотеля. Какие умные, замечательные ребята-то, да, эти христиане. А давайте возьмем саентиста, да, возьмем саентиста, и вдруг неожиданно оказывается, что саентист, среднестатистически, берем плохого саентиста. Специально, намеренно берем плохого саентиста. Бум! Поставили плохого саентиста. И сравниваем его с Баумейстером. А плохой саентист, он и науки не знает, и Аристотеля, и Платона, и книги не читает. И ничего не делает, просто в науку верует, и ему этого достаточно, в общем-то. Он то тупо говорит, да, наука топ. Да я даже ученого вам, я вам такое количество ученых даже несколько найду, которые ничего не знают за пределами своей научной дисциплины, понимаете? Да в смысле, это несложно, на самом деле, панч Ндробышевский. Ладно, ну вы поняли, о чем я, ну вы поняли, да, о чем я. Мы даже ученых можем найти таких, которые будут глупее Баумейстера. Если мы будем так специально подбирать персонажей, от одних послабее, от других посильнее, мы можем все что угодно доказать, да? Берем любую группировку людей, Аль-Каида, Аль-Каида. И, допустим, находим в Аль-Каиде образованного умного человека, скорее всего, там хотя бы один такой был. И сравниваем представителя Аль-Каида с обычным каким-нибудь там, не знаю, православным христианином среднестатистическим, да? И окажется, что этот представитель Аль-Каида окажется умнее, лучше, добрее и прекраснее, чем представитель, в общем-то, православия среднестатистический. Упс! Кстати, не поддерживаем Аль-Каиду ни в коем случае. Ни в коем случае не поддерживаем Аль-Каиду. Но такая методология, которую Ежи использует, она может быть использована именно так. Так, это чистой воды риторика, здесь нет ничего больше, здесь нет никакой доказательной силы, это просто риторика. И всего прочего. То есть свободное время все тратится на примитивные разлагающие наслаждения? Я не тратю свое время на примитивные разлагающие наслаждения, я живу в 21 веке. Ежи Сармат, наверное, тоже не тратит свое время на примитивные наслаждения, ведь он тоже живет в 21 веке, он великий нишанец, великий мудрец, который прочитал миллиарды книг. Что получается, Ежи он деградировал тоже? Или он может один такой во всем мире гений? Просто вопрос тогда, может быть Ежи действительно такой единственный во всем мире гений, а других таких гениев больше нет? Тогда окей, хорошо, хорошо. В плане работы меньше можно затрачивать физические и интеллектуальные усилия, там все за тебя будут делать. Пишет, да, он деградировал, но если Ежи деградировал, это не значит, что все остальные деградировали. Компьютеры. То есть в итоге какой же это прогресс? Человек, в общем-то, деградирует, нервная система... Технический прогресс. Технический прогресс, это научно-технический прогресс называется, чувак. То есть, когда речь идет о прогрессе, мы чаще всего фокусируем внимание на научно-техническом прогрессе. Чтобы усомниться в научно-техническом прогрессе, нужно сказать, что техника не развивается. Это очень сложное утверждение, его очень трудно доказать, за него я никогда бы не взялся, например. Что наука не развивается, а наоборот деградирует. Это можно попробовать через Артегу и Гассета, например. Сказать, что в науку попала толпа, те концепции науки, которые сегодня как бы проповедуются, это, не знаю, это концепции быдла, так скажем. Это можно попробовать сделать, но довольно... так, тяжеловато. То тоже тяжеловато, потому что ученые, которые вроде бы шарятся науке, наоборот фиксируют прогресс научный. Но здесь хотя бы можно попробовать по той причине, что мы не знаем, что такое наука. У науки нет четкого определения, у науки много определений, наука неоднозначный термин, у науки неоднозначная методология, у науки есть история со своими спадами и непосредственно взлетами. Поэтому с наукой мы можем поспекулировать. С техникой спекулировать значительно сложнее по уже выше обозначенным причинам. Ну, потому что вот у меня стоит компьютер за 100 тысяч рублей, который может проигрывать такие игры, которые Pentium 1 не мог проигрывать. Ну, просто колоссальное различие мощностей именно в техническом прогрессе, ну, вот неоспоримо. Технический прогресс, как бы, ну, вроде бы виден. Мы его деградируем, потому что такая сложная нервная система, она не нужна. В итоге по всей человеческой популяции масса мозга падает из поколения в поколение. То есть все примерно происходит как в фильме «Идиок». Ой, а раньше, а раньше масса мозга была просто гигантская. Батхёртв пишет, так он количественно лучше стал, а не качественно. Ну, я уверен, с Pentium 1 многое качественно изменилось. Вообще-то, количественные изменения переходят в качественные. Учитима отчасть диалектическую Батхёртв. Кратия. Но проблема в том, что поскольку человек... Ну, Джон Дой, здесь речь идёт о том, что у компьютера больше элементов стало различных. Но я здесь не соглашусь, потому что с определённого момента появилось разделение на ядра. Во-первых, это новая фишка. Больше транзисторов, конечно, в том числе. Появились новые технологии, микрочипы изменились. Опять же, мы используем не те же самые микрочипы, что были далеко, давно-давно-давно-давно. Компьютеры стали наиболее вместимы, потому что используются новые технологии, которые позволяют делать всё те же самые вещи, но на более маленьких территориях. Это не столько количественные изменения, сколько качественные. Скорее, опять же, понимаете, изменение самой технологии вот этих вот микрочипов – это качественные изменения, скорее. Если мы в одну и ту же коробку можем уместить больше и больше элементов, это в том числе качественные изменения. Количество изменяется в том, что мы можем на тот же момент, если мы можем на тот же самый куб уместить, знаете, столько же элементов, это количественные изменения. Но если мы хотим уместить в тот же самый куб больше элементов, больше элементов, значит, всё-таки и качественные тоже произошли. Произошли некоторые технические, практические открытия Которые нам позволили это сделать Это тоже качественно? В рамках Ну и кто сказал, что прогресс не может быть количественным В том числе С чего вы взяли, что прогресс Не измеряется еще и количественно? И что такое качественные изменения конкретно? Понимаете, ну если вы будете Искать абстрактные качественные измерения Вы просто слово качество Наверное не будете каким-то образом Артикулировать и будете говорить, ну это не количественные изменения это наоборот будет говорить это качество изменения не количественные там не знаю или нет не было никаких качественных изменений то есть пока вы не артикулируете что такое качественные изменения вы можете все что угодно в этот термин впихнуть понимаете в чем проблема а вот с количественными обычно проще количественные измери изменения измерять проще ну потому что количество проще измерять в принципе по определению понятно да то что видеокартах стало больше вычислительных блоков, это прогресс. А почему сразу Батхёр ТВ не сделали столько блоков? У меня к вам вопрос. Вот люди, да, вопрос только в количестве был. Был вопрос в том, чтобы просто сделать много блоков. Почему люди раньше этого не сделали? Сразу бы сделали, собрали бы мой компьютер. Это то, как дураки. Они брали Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. А могли сразу взять и собрать. Просто побольше понапихали блоков разных и все круто. Самой человеческой культуры. Вот дураки были люди, да? Вот-вот глупые. Вот глупые. Пришлось им прогресс какой-то дурацкий делать. А надо было сразу куча-куча блоков напихать. А можно было и... Помните первые компьютеры, которые на лампочках работали? Можно было сразу тоже построить мой компьютер, только вот большой в виде гигантского небоскрёба. Мерилом всех ценностей, то он, собственно, и определяет содержательную часть культурных феноменов, которые его окружают. То есть он не может констатировать прогресс сам, потому что он постепенно деградирует. Ну вот я о том же угнетатель. Количественные изменения нам проще фиксировать. Не то, чтобы они объективные, но фиксировать их проще. А качественные изменения их даже сложнее как-то фиксировать. по-моему, есть специальная дисциплина, которая пытается измерять качественные изменения. Квалиметрия, вроде бы как-то так она называется, я уже точно не помню. Но она довольно поверхностна. Она реально довольно херово работает, квалиметрия. Если я не ошибаюсь в названии, мы мне даже её преподавали в своё время. То есть это примерно как если мы говорим о сокровищах культуры человеческой. То есть для того, чтобы написать какое-то сложное, концептуально сложное произведение, нужно быть великим художником. Но и для того, чтобы воспринять все сложные смыслы. Привет, Алекс! Тематику. Вот. То есть не только для того, чтобы написать сложную картину, нужно быть гением, но и чтобы воспринять все смыслы этого произведения, тоже нужно, в общем, иметь сложную нервную систему. А в ситуации, когда всё это деградирует, ну... Ну то есть, Батхёрд, вы утверждаете, что в 2000 году уже существовали компьютеры, которые по мощности могут сравниться с моим малышом, который здесь сидит. И компьютеры в 2000 году вот те же, не могли проигрывать уже киберпанк, просто вот люди тогда не выпускали киберпанк, да, технологии сдерживались. Вы об этом хотите мне сказать? По-моему, нет. По-моему, просто нет. Если нет, то ваш тезис в данном случае не имеет никакого значения. А, вполне возможно и такое. Окей, то есть вы будете опираться непосредственно на теорию заговора. Хорошо. Простите, ААК. Классно. Классная опора, но не очень прочная, на самом деле. В каком прогрессе идет? Техника, да, совершенствуется, но человек-то не совершенствуется. То же самое с сознанием. А что считать сознанием? То есть, давайте какое-нибудь определение вы мне дадите. Давайте дадим, много определений. Будем это определение рассматривать. Так, друзья, я ненадолго отойду. Нас впереди ждет великая видео эпидемия лжи, как блогеры ковид рекламировали. Алише Русманов, ковид, что? А сообщак, кто, куда? Господи, боже мой, Стасик. Я сейчас отойду буквально ненадолго в секретную комнату. В секретную комнату вы подождите меня, пожалуйста, друзья. Вот. Батхёрт ТВ пишет, ну, за год-два можно увидеть слив у китайцев новые видеокарты. Но не за 20 же лет, Батхёрт ТВ. Но не за 20 же лет. Значит, прогресс есть. Ну, как есть. Технический прогресс в принципе очевиден. Ну, и когда-то не было компьютеров. Значит, тоже прогресс все еще очевиден. То есть, Батхёрт, понимаете, в чем дело? Вам нужно доказать, чтобы отрицать прогресс, чтобы отрицать прогресс, что вот эти технологии уже были доступны, ну, наверное, доходят с Древней Греции. Чтобы отрицать прогресс, чтобы реально сказать прогресса, технического не существует. Вы должны сказать, что ничего не изменилось в Древней Греции. Древние греки уже могли компьютеры собирать, значит. Не могли, наверное. Значит, что-то изменилось в Древней Греции. Или с 20 века что-то изменилось, да, наверное, изменилось. Ну, или давайте хотя бы в 21 веке что-то изменилось, да, наверное, изменилось. Да, наверное, тоже изменилось. Но тут как бы вот вам что нужно доказать. Вы должны доказать, что ничего не меняется в лучшую сторону. Ничего не эволюционирует. Ничего не усложняется в данном случае. Ничего не усложняется. Чтобы это сделать, давайте покажем. В Греции были компьютеры. Были? Нет, наверное, не было. В 20 веке были компьютеры? Ну да, только-только-только появились. Они были значительно слабее. И так далее, так далее, так далее. То есть у вас очень тяжелый тезис. Именно с техническим прогрессом мы сталкиваемся с колоссальными трудностями. Вполне возможно, что технический прогресс может и замедляться, может и останавливаться. Такие проколичественные и качественные прогрессы. Ну когда-то не было непосредственно микрочипов. А потом они появились. Микрочипов не было, микрочипы появились. Не было камер, камеры появились. Не было сенсоров. Сенсоры появились. Не было штуки, которая снимает отпечатки пальцев. Они появились. Качественные изменения. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»